Вот, мы значит опять приехали куда-то, да? В Саралау. А вход-то где? Подожди, вход в храм там, а здесь где? Загадочно. Не знаю. Ну может быть, но как-то не похоже. Не похоже, да. А как с другой, если подожди, а подожди, у нас вот здесь что? Юг, восток тогда вот здесь. Ну а посмотрим, есть ли здесь вход. Засып я вижу катастрофический, да. А входа я опять особо тут не вижу. Хотя вот тут, вот это похоже, да. Вот здесь похоже, что может быть и был вход, да. Там вход. Ну ладно, найдем. Все, неважно. Давайте вот к засыпу сначала. Вот опять. И здесь смотри, как лотерит-то выпирает по какой-то причине. Опять что-то новенькое. Опять что-то новенькое. Собирали его здесь, они устанавливали, а потом еще срубали. Да. Это уже закрывали, закрывали окно, да. А потом засыпало. Засыпано все уже позднее, совсем последнее. Да, да, да. После чего их бросили и больше к ним не возвращались. Некому было. Всех засыпало. А здесь то ли сбили, то ли ничего и не было. Не, было, наверное, закреплено. Слушай, тут могло быть из бронзы, например, что-то. Закрепление. Поэтому у нас такая... И тут, кстати, тоже вон еще да, тут что-то возможно было. Но превращают, вот такие здания закрывают. Ты не случайно схватился, а где вход? Вот, может, и дуну его уже заложили. Да. Какая-то пересобранность в этой конструкции у всей. Она слишком простоватенькая. Ну, тут ведь французы тоже подгоняли краны, эти камни друг на друга устанавливали. Поэтому, как они это сделали, тут уже, ну, не знаю, насколько грамотно. Тут, посмотри, декор. Вот он. Ой, господи, жесть какая. Он вообще не разной декор. Он не так представлял. Ой, это уже французы, наверное. Да подожди, это могли кто угодно переделывать. Это как попало хватает. В смысле, кто угодно? Это у кого такие были, интересно, краны, которые могли поднимать такие блоки? Ну, тут очень давние, если перезакладывали. Да, я понимаю, так вот именно тогда-то у кого они были. Просто посмотри, так он в засыпе, видишь, он закреплен. То есть его никакой француз. Значит, не французы. Ну, а значит, у них были возможности для этого? Не, ну, он небольшой. Ну, смотри, он сравнительно небольшой. Как-то поставить, скантовать, когда он тебе изготовлен, его можно. Даже дозбивать что-то. Ну, может быть, да. Но он их вообще не туда. Это все пересобрано. Люди могут. Люди, восьмак, неплохо осваивают все, что брошено. Как все приматы, им нравится отобрать, подраться и использовать то, что сделали кто-то уже за ним. Так, здесь у нас опять проход. Это вот и возможности. Люди вот этот и делали, к примеру, под свои ростки, под свои возможности технические. И то делали из того, что они нашли. Так, здесь у нас вообще... Ну, тут засып, конечно. Поэтому вообще сложно что-то говорить. Половина, как минимум, под землей находится. Колонна, она уже расколота была, из частей ее собирали. Здесь колонна, а здесь другой блок поставлен, которого нет. Это вот, вот, чисто, вот люди пришли. Вот это вот приходили к примеру. И вот это вот они, вот в античке, все то же самое. Пришли эти герники и начали собирать. Пришли герники, они вообще начали с плинкой лепить, что ничего не попадет. Как попало. Потому что, ну, кто есть стройматериал, а с такого и лепут. Потом, когда я построил, за сколько все Кубкер вот это все построил? Тоже за 20 лет, да? Ну, не за 20, конечно, там они же скорректировались уже, поэтому. Но все равно быстро, несколько десятилетий, грубо говоря. Несколько десятилетий, но это смешно. Нет, здесь нет ни больших блоков, они все поколотили. Ни аккуратных, ни ровных. Тут или вот, вот тут вот, можно сказать. Вот тут с использованием отдельных элементов, отдельных блоков, больших. Хорошие, напряжлись. Хорошо, что в городе, как попало, собрали. Еще на туда обратно все. А, они все раскрошены. Ломали и собирали заново. Комары какие-то одни. Да уж. Комары, конечно. Комары-то сам нужно, чтобы альтернативщикам не разрешать искать стены. Ну, пойдемте к соседней травмой, тогда? Да, пойдем уже дальше, потому что здесь мы ничего, ничего не увидим интересного. Добавляйтесь на канал Алексея. Ой. Ой. Господи, ну и что ты подъемчики? Я полюсу, прикрепляемый портельник. О, в метро закладывали. Это все, поэтому, Леша, стен нет. Это крепость уже превращали. Это люди, которые делают крепости. Это лжемонастыри, которые стали со стенами. Это все от людей защищаться. Вот хороший блок. Вот запустил какой-то от чего-то еще. Там отдельные хорошие блоки, больше ничего. Да. Это не стойко. Поэтому ты дверей не видишь и канон не видишь, потому что это не канон. Это деградированное человеческое сознание. Что у нас тут? Так. Это у нас... А, тут лингама уже, наверное, да? В этом храме уже, по-моему, есть лингам. Так и написано. Да, да. Тут несколько лингамов сохранилось. Прямо сохранилось или поставили? Сохранилось. Здесь кто их тут поставит? Откуда их возьмут? Во всей стране их не так много сохранилось. Вот там водоем. Вот слева это был... Вот в низине. Это да, в центре города был огромный водоем еще. Вот там до сих пор вода во влажный сезон. То есть сейчас-то ее там нет. Что тут? Есть тут лингама или нет? Давайте проверим. Что ж тут не был несколько лет. И могу немножко заблуждаться. Так, вот он лингам. Вот он лингам. Наконец-то сохранившийся лингам. Сохранились лингамы в Коке, потому что не добирались сюда агрессивные последователи буддизма, которые уничтожали лингамы в свое время. Здесь уже была местность заброшенная. Здесь уже не жили люди. И все было заросшее джунглями. Ну и, соответственно, никто сюда не добрался. Но этот лингам все равно, очевидно, пытались украсть. То есть видно, что снизу поработали люди какими-то тяжелыми инструментами. Но это мне удалось. Я сейчас на йоне нахожусь. Прямо на огромной гигантской йоне просто. Просто посмотрите, вот где был носик от йоне. Но эта часть, которая вот туда выводилась, она не сохранилась в том плане, что вот она внизу валяется. А вот и лингам. Лингам гигантский. Гигантский. И вот моя рука на лингаме. Видно, не видно. Помещается в кадр. В общем, это вот такая мощь. Вот характерное такое вот украшение лингама. И йоне. Подо мной вся разрушенная. Просто гигантские блоки валяются. И вот он, лингам. Дыхание вечности. Дыхание вечности. Ну что ж, пойдемте вниз. Ой, господи. Здесь-то очень опасно, конечно. Можно навернуться. Еще и скользко. Очень душно-жарко. И хочется есть. Опять мегалиты. В основании. Ой. Все гладенько. Все хорошо. Все красиво. Красиво. Это йони. Но там же лингам находится внутри. Вот здесь верующие должны были приходить и брать воду священную. Вот здесь опять. Пять мегалиты. Просто какие-то невероятные. А под ними еще более невероятные. Ой, еще крупнее, кстати. Видите, вот сверху мегалит. А под ним тоже мегалит. Еще более крупный. Фух. Здесь мы что видим? Гигантскую башню. Слушайте, размеры, конечно, впечатляют. Фух. Но больше всего впечатляет то, что под этими храмами это вот эти вот огромные камни. Которые, ну, не просто так же сложены там, как булыжники. Они же были очень аккуратно притерты друг к другу. В тех местах, где они разошлись, мы видим, что поверхность у камней очень гладкая, хорошо обработанная. Ну, нам говорят, что у них было много времени, много ресурсов. И благодаря этому им удалось все это вот так вот в такие короткие сроки строить. Ну, я ничего не буду отрицать либо утверждать. Сами решайте, насколько это возможно. Так, вот это был вход в этот комплекс. У нас получается. И... И... И дальше спуск к бассейну. Понятно. А вот там вот, где сейчас деревья растут, там раньше находился большой бассейн, в котором во влажный сезон до сих пор вода скапливается, по старой памяти. А здесь была такая вот входная группа, тоже немаленькая, собранная из лотерита. и стоит она на какой-то платформе, а на какой... Давайте же выясним. Тоже, наверное, лотерит. Я не удивлюсь, если пищаник. Нет, все-таки лотерит. Да, и вокруг разбросаны тоже куски лотерита. Хорошо. Хорошо. Убийственное сооружение. Так вот, это Джей Варман 7... Ой, простите, Джей Варман 4, которому приписывают строительство всего этого комплекса Коке на территории, если мне память не изменяет, 81 квадратного километра. он пришел к власти, ну, некоторые говорят, он был узурпатором, что он узурпировал власть, он был женат на сестре короля, и поэтому другие говорят, что, в принципе, он имел право на трон, так как сыновья Яши Вармана, короля, оба не имели детей, и, соответственно, у них не было наследников, и вроде бы, как так получается, что трон должен был занять как раз Джей Варман 4. То есть, был ли он узурпатором или нет, мы не знаем, но почему в 928 году нашей эры столицу перенесли в Коке? Ее сюда перенесли, потому что Джей Варман 4 здесь и до этого жил, как вроде бы выяснили, да? Он и до этого жил здесь в Коке, и поэтому вполне логично, что, став королем, он не переехал в Ангкор, а просто перенес столицу сюда. Поэтому, если раньше говорили, что Джей Варман 4 начал строительство всего этого не раньше 921 года, там речь идет даже о 928, когда был совершен перенос в столице. Да, потерял нить от жары, что-то уже от голода тяжело становится говорить. Ну, в общем, как говорится, все это строительство началось раньше, еще в бытность Джей Вармана 4-м управителем этой территории. И, тем не менее, даже если мы примем во внимание эту версию, скажем, окей, это все началось еще на 10 лет раньше, чем считалось до этого, и закончилось тоже, кстати, не со смертью Джей Вармана 4-го, который умирает 944-м, если мне память не изменяет году, ну, да, это и не важно, утверждается, что и после его смерти все-таки не все жители покинули этот город, а несколько десятилетий еще продолжали строить эти храмы. А потом, как будто бы жители ушли с этой территории, территория стала считаться проклятой, и дальше уже пошли какие-то невероятные легенды, истории о том, что якобы этот Джей Варман 4-й был злобным королем, сатанистом, да, пирамида вот эта знаменитая, которую вы скоро увидите, она использовалась для человеческих жертвоприношений, но это я уже упоминал, ну, вот, и все, и как будто бы в общем-то с тех пор здесь больше никто не жил, и только в 19-м веке французы добрались до этой местности, причем добрались не те французы, которых мы любим, а французы, которые охотились за всякими разными ценностями, и они неплохо тут пограбили, очень многое вывезли, ну, ну, вот, так, примерно все это выглядит, разговор об этом еще продолжим, ладно, пора двигаться дальше, то, продолжаем, продолжаем, в очередную приехали мы башню, где есть лингам, здесь нам к лингаму не подобраться, к сожалению, но близко мы сможем к нему подойти, ой, какие мегалиты, посмотри, лежат, это вообще, это еще больше, чем то, что мы видели, наверное, да, ну, большие, гигантские, так, ну, что, надо подобраться к лингаму поближе, очень, уже, это система, зачем она одна, зачем тебе безостановочно, сколько молитв-то надо, чтобы вот строить, строить эти лингамные объекты, строить, а вот тут, видишь, пожалуйста, вот я уже облажался, а лингам-то у нас цилиндрический, а где? по кругу он идет, да, ну, а где, а где вишну и где брахма, мы видим только шиву, не обязательно, и он вообще просто сверху стоит, он же даже не установлен внутрь, он просто сверху, цельный камень, он стоял здесь, его не скидывали, нет, он даже не вставлен ни во что, а он не вставлен, он часть камня, он часть камня, это просто трещина, ах, это трещины, это вы, а мы такой в музее видели, только маленький, он часть камня, только маленький, да, а почему-то носик, видишь, тоже обломан, он не доходит до стены, туда не ушел, да, ну там просто обломан, это оказывается, может подняться сюда, ну он прям отлично сохранен, ты знаешь, это не просто лингам, это вот все огромный пенцал, а под ним, Леша, там, вот с той стороны еще какой-то, там барреллинику внизу все были, и там мне показалось, что там вообще была дверь, ну может быть, но не здесь, а в другом, да нет, видишь, он как он был, он цельный, из цельного камня, кусок, да, вообще поразительный, вообще, они скалу выточили, скалу выточили, а по периметру обошли скалу, и скалы вот это сделали, то есть они не тащили это, это две скалы торчало, а над нами блоки, ребят, это жуть, ого, это жуть, да, это метро только, вот это, вот это блоки, сейчас попробую картинку показать, что вообще соотносили, вот Леша, ступени, это хорошие, опять, каждая ступень из двух блоков, да, раз ступенька, ну это уже сделано хорошо, видишь, не то, что мы до этого там видели, там-то до этого вообще было не понятно, раз ступенька была, была, потом два ступенька была, потом вообще из цельного камня, да, ну и тут тоже блоки, в основании, как обычно, и сюда вот поднимались верующие, хотели сказать, что вот это все городили, чтобы из этой дырки текла водичка, вот это все вот сообразили, сюда залезли, в эти края, бросили свои столицы, основали новую столицу, вот это было, о, смотрите, где-то везут тапиоку, тапиока, такой корешок, который размалывают в муку, и потом можно из него много всяких вещей делать, например, на корм скоту, она очень хорошо идет, здесь в Камбодже, тапиоку любят выращивать, а скупают ее в Таиланде, прям такие огромные грузовики едут на границу с Таиландом, везут в тапиоку, а это у нас опять, неналитые, да, вокруг ничего такого нет, что могло бы привлечь наше внимание, такая подляночка торчит, с земли, зачем-то вбили туда металлический штырь, ну вот мы добрались до очередного лингама, уже последнего, уже последнего, в этот день, больше мы лингамов, по-моему, не увидим, я не припомню, что-то больше здесь в Коке, действующих, так сказать, лингамов, в этом храме я как-то обнаружил такую здоровую зеленую змею, которая прямо ползла по йоне, прямо обвивала ее, вот, сейчас мы, раньше можно было даже зайти в эту башню спокойно, одна из самых популярных среди туристов башен, с хорошо сохранившимся лингамом, и заборщика этого не было, можно было зайти, даже на йоне забраться, лингам потрогать, и законтактировать со змеей, да, но сейчас, наверное, мы, конечно, никакой змеи не увидим, только что целый автобус с туристами отъехал, вот, видите, вот здесь уже, лингам более классический, под ним хотя бы есть восьмиугольник, вишну, предыдущий лингам был просто выбит вместе с йони, и у него, мне даже не удосужились сделать восьмиугольник в основании, здесь он есть, вот, там носик выходит в сторону, там стекает вода, и вот эта вот йони, конечно, гигантская, ну, я говорю, змеи тут, змеи тут есть, они тут живут, но в такую жару не вылезают, они не показываются, так, здесь у нас, а здесь у нас что, здесь у нас вот лестница для молящихся, которые шли и брали священную жидкость из йони, вот, ну, а в целом, что, такая же башня, как и предыдущая, только в предыдущей ступеньке были сделаны более тщательно, более аккуратно, то есть, тут, что получается, было раньше две, наверное, ступеньки, да, это, возможно, была одна, и та была одна, или как, вот это вообще какая-то либо поздняя история, либо это этап работы нады, непонятно, тут туристы приехали, как я сказал, это очень популярный среди туристов храм, везде засып, внизу, мы видим, здесь у нас опять большие мегалиты в основании, правда, чуть-чуть поменьше, чем в предыдущих храмах, думаешь, думаешь, это от него? Нет, просто, там дальше-то огромный, это просто пресно, ну вот, да, вот я уже дрогнул, насколько это из скалы сделано, внутренние, вот этот, может быть, тоже, да, там вообще нет скалы, нет, нет, он уже как-то отдельно стоит, то есть я рассуждал, думаешь, отдельно он стоит, а вот сейчас присмотришь, да, нет, но слушай, они же могут быть разные, во-первых, у этого есть восьмиугольник, у того нет, в основании, то есть, вполне возможно, что этот не высечен из скалы, а тот высечен из скалы, да, здесь просто маленький восьмиугольник у нас действительно сделан оборудование, здесь же все равно все разное, во всех храмах все по-разному, мы люди так смешно смотримся на фоне этих, конечно, сверху было бы чудовищно, в общем, лингам гигантский, вот сейчас вот вы видите, наверное, да, вдали, вот, там наверху мы тоже видим какие-то отверстия, в этих отверстиях, очевидно, крепилась верхняя деталь, которая, а, ну вот же она, собственно, наверное, внизу и валяется, да, часть, входной группы, входного обрамления, ну что ж, ладно, мы поедем обедать, потому что уже почти 3 часа дня, у нас еще впереди пирамида, а в 5 часов нам уже надо отсюда уезжать, времени катастрофически мало, поэтому пожелаем нам приятного аппетита, и мы с вами еще сейчас увидимся.